Маслечная гора Гефсиманский сад, вот слева от меня Кедронская долина, то есть место, с которого обозревается весь Иерусалим, с его прошлым, настоящим и будущим, потому что именно сюда придет наш Спаситель. А две тысячи лет назад Иисус, продолжая свой путь по городам и весям, странствуя, проповедуя Евангелие от Иисуса, Евангелие от самого себя, приходит, согласно Евангелию от Луки 10 главы, в одно селение. И здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Это Вифания, которая находилась как раз по левую руку от того места, где я сейчас говорю, откуда я веду свой репортаж из Иерусалима. И в этом селе жила Марта и ее сестра Мария. Писание говорит, что Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Я более чем уверен, что человек, который спасен по вере и благодати, не может не проявлять свою веру в делах. В том числе и в гостеприимстве, которое Новый Завет выделяет как один из прекраснейших даров. Но ключевое слово здесь на самом деле не угощение, а большое угощение. Мы очень много внимания уделяем любви к людям, выражаемой в материальном достатке. Поэтому, когда к нам приходят домой люди, мы стараемся дать им что-то лучшее. Это абсолютно еврейская традиция, абсолютно понятная. Я думаю, что она известна для многих людей во всех странах мира. Однако мы никогда не должны забывать, что самое главное, что мы имеем, это наше общение. Это наше единение сердец. И иногда, очень часто, к сожалению, бывает такая ситуация, при которой за обилием яст и закусок не видно человека, для которого ты это сделал. О чем говорит Иисус? Иисус вовсе не отвергает Марфу. Он вовсе не говорит, что то, что она делает, никому не нужно. Но вместе с тем, Он говорит, что дела наши, да будут по вере нашей. Иисус не всегда, говорит Он, я не всегда буду с вами, но пока Он здесь, пока на земле, и, кстати, это касается и нас, до тех пор, пока мы не имеем возможность слышать Слово Божие, никто и никогда, и ни при каких обстоятельствах не скажет нам, что мы не должны заботиться о ближнем, или что мы не должны быть гостеприимными, или что мы не должны подчивать и яствовать тех, которые приходят нам домой. Но первое, это выслушать, понять, ответить. И только потом, когда есть самое главное, в самом главном месте, мы открываем наши сердца, и даем лучшее, что у нас есть. Случилось, что в одном месте Он молился, продолжает Лука в 11 главе. И перестал. И один учеников его сказал, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Существует иллюзия, достаточно широко распространенная в христианском мире, как будто бы молитва – это то, что, как говорится, Бог на сердце положит. И, как правило, это не Бог ложит на сердце, а голодный желудок, если хотите, или мысли со вчерашнего дня, или эмоции, пережитые сегодняшнее утро. И нам очень трудно, как людям, отделить плотское от духовного. Поэтому мы приносим Господу молитвы, и когда Он на них не отвечает, мы удивляемся, почему, Господи, Ты не отвечаешь. Поэтому, когда ученики приходят к Иисусу, они говорят ему, Господи, научи нас молиться. Я убежден, что до сегодняшнего дня молиться надо учиться. Это не просто поток сознания, что вышло с сорта, то и обращается к Господу. Конечно, Господь Бог сможет отделить сам, но наша проблема состоит в том, что Господь Бог учит нас, а мы не слушаем. И мы постоянно повторяем слова, в которых нет никакого смысла. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ученики приходят и говорят, Господи, научи нас молиться. На протяжении тысячелетий произошла другая крайность в еврейском народе, когда все молитвы практически кодифицированы, и они внесены в так называемый Сидур. Я думаю, что истина лежит где-то посредине. Ведь не случайно же Иисус повторяет молитвы, которые на сегодняшний день и еще во времена Его входили в Сидур или в молитвенники. Если кто-нибудь думает, что молитву, которую предлагает Иисус своим ученикам, он просто взял и выдумал на этом месте, это ошибка. Эта молитва существовала во времена Иисуса и была самой распространенной среди фарисеев, среди саддукеев, среди зелотов, среди иисеев. И эта же молитва существует до сегодняшнего дня среди еврейского народа. И он сказал им, говорите, Отче наш, сущий на небесах. На иврите это звучит, авинусе башамаем. И точно так же в любой синагоге, во время любого служения, в любом еврейском доме начинается молитва. Иначе не могло быть. Иисус был и есть плоть от плоти еврей. Поэтому все его молитвы обязательно были еврейскими. Они не могли быть еврейскими. Они не могли быть не молитвами его народа, обращенные к его народу и переданные Господом Богом. Отец наш, сущий на небесах, авинусе башамаем, досвятится имя Твое, иткадешемха. Это вторая часть знаменитой еврейской молитвы Полу Кадиш, которую читают все и всегда. За нами раскинулось кладбище, которому три тысячи лет. И когда еврей отправляется в путь всей земли, читается молитва Кадиш. Это та самая молитва или ее часть, которую произносит Иисус, когда Он учит своих учеников. Да святится имя Твое, да придет в царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши. Прости нам грехи наши. Слях эт хатаэйну. Это часть молитвы, которая есть кольни дрей и которая читается в день искупления, когда первосвященник входил в храм один раз в году. Все евреи во все времена били себя в грудь, стоя перед Господом Богом и горестно и искренне воскликали, Господи, прости нас. Иисус знает эту молитву. В этом нет ни малейшего сомнения. И Он говорит, прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Иврит – язык Господа нашего. Интересно, что на иврите слово «искушение» и слово «испытание» – это одно и то же слово. Поэтому, когда Писание говорит, что Господь Бог никого не искушает, кто-то считает, что Господь Бог никого не испытывает. Не так. Испытание, которое мы преодолеваем, ко благу нам и остается испытанием. Испытание, которое мы не преодолеваем, вопреки воле Божьей и попуская своей плоти, есть искушение. Поэтому Писание говорит, не веди нас, по сути, в испытание. Мы люди, мы просим Господа Бога, Бог никого не искушает. Но, к сожалению, из-за нашей плоти искушением становится вот это самое испытание. Избавь нас от лукавого. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба». Заметьте, очень распространенный мотив в еврейских писаниях. Вы идете к другу в полночь, когда он спит со своими детьми, не для того, чтобы взять хлеба для себя, а к нюдь. Если к вам пришел друг, который голоден, то вы в полночь. Единственная причина, можете пойти к своему другу, попросить хлеба для него, но не для самого себя. «Дай мне взаймы, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною. Легко осуждать. Для еврея самое главное семья. Я убежден, и Писание постоянно повторяет, тот, кто не имеет возможности, или тот, кто не служит своим семьям, хуже неверного. Священник, который не служит своей семье и своим детям, не имеет права служить своей церкви. Священник, который оправдывает свое бездействие семье занятостью в церкви, в миссии, в организации, плохой священник или плохой служитель Господа Бога. Поэтому я прекрасно понимаю человека, которому стучат в полночь, и который, видимо, не очень богат, и у которого нет централизованного отопления, у которого нет кондиционеров. И что он делает? Он согрел своих детей своим теплом. И он говорит, я не могу оставить своих детей. Но ему попался настырный посетитель. Обратите внимание, что Писание говорит, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе. Слово «дружба» на иврите – это поразительное слово. Это происходит от слова «хавер», «хавера», от слова «хибур», то есть связь, связь, которая есть в проводах электрических, которые соединяются друг с другом и по которым течет ток. Это не просто сосуществование друг с другом. Это не просто пребывание на одном отрезке времени друг с другом и рядом. Это соединение. Поэтому, когда вы к кому-нибудь приходите и просите для своего друга, вы по сути своей просите для самого себя, ибо ваш друг связан с вами, он есть продолжение вас. И поскольку никто не желает другому ничего из того, что он не желает себе, и напротив, надо вас желать другому того, чего ты желаешь себе, в этом и проявляется истинная дружба. Когда ты просишь для друга, ты просишь для самого себя. И я скажу вам, говорит Иисус, он не встанет и не даст подружбе с ним, то под неотступность его встав даст ему сколько просит. Если он увидит и поймет в моих поступках, что тот, который ко мне пришел на самом деле друг, и я сам пришел к другу. Скажу вам, просите, не требуйте, просите, говорит Писание, просите и дано будет вам. Ищите и найдете, но ищите прежде всего, стучите, не ломайте двери, но стучите, говорит Писание. Это очень важные элементы, которые присутствуют абсолютно во всей еврейской твориции. И вам отворят, не вы, вы ломаете двери, и вам отворят. Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащемуся отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? А интересно, что гематрия, слов сыновья и камни, наяврите, одна и та же. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, а мы все злые, умеете деяния благие давать детям вашим. Даяние благие давать детям вашим. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него. Это уже серьезно. Даст Духа Святого, просящим у него. Всякий верующий, приходящий к Отцу, имеет Святого Духа. Потому что он просил о бескуплении, просил о прощении, постучал в эту дверь, и ему открыли. Будьте благословенны, будьте благословенны отсюда, с Маслечной горы, в горы нашего Господа Иисуса, который Он вернется на эту землю и благословит вас обильно. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok